МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Китайская делегация с города Ляо-Чень сегодня у першиню приехала в Гомель. Сустреча с представниками у Лады прошла в Гарвы-Канкаме. Заслуженный коллектив Республики Беларусь, ансамбль народной музыки Бяседа выступил с концертом в городе над Сожем. А зараз об этом иншим больше подробно. Сегодня Международный день обороны детей. На Гомельщине его означали шматликими акциями и мероприемствами. Сирот центральных падей, митинных на территории мемориала детям ахвярам войны «Червоный берег». Обголовным праве кожного детяки, праве на житё. Материал Олега Синцерова. Показать более трагедию маленького человека не просто самолеты и гарматы, а звичайные школьные парты. Один и в свете школьный класс под открытым небом, где никогда не будут учиться дети. Все наученцы этого символичного класса загинули под час Великой Отчинной войны. Кольку из детей, которые стали ахвярами другой сусветной войны, ураживая. А маленько 13 миллионов человек по осудности не стало целой краином. У списка загинувших есть и преступники Беларуси. На ее территории оккупанты створили 16 концлагеров, где находились все неполнолетние. Пять зык донорские, призначенные для забора криви для немецких солдат. Докладно вядомо, что вязнями концлагера в «Червоном береге» были 1990 детей. На жаль, сегодня большинство зык летится невядомыми. И это одна из задач работников комплексу – обновить прозвище молодецких ахвяр войны. Еще совсем недавно в этом списке было 15 человек, теперь креста. Конечно, однозначно будем искать. Это ведется очень большая работа. Работа ведется и в архивах, и среди местных жителей, и среди даже удивительно тех, кто приезжает к нам на мемориал. Потому что приезжают и иногда говорят о том, что моя бабушка здесь была, мой дедушка здесь был, у меня соседи или знакомые. Мемориал в «Червоном береге» один и у свете, який присвечен детям ахвяром войны. За 10 годов только в складе организованных турнистрочных групп его наведали больше 250 тысяч человек. Яшчекаля миллиона проезжали сюда самостоинно. Территорию 3,5 гектара можно обойти за некаких хвилин, але люди затримываются тут на годины. Работники комплексу кажуть, что обаяковым не застаётся никто. Детячие концлагеры, навод сама назва для нормального человека, гучите, к минимуму нелогично. Дети повинны расти здоровыми и счастливыми. Задача дорослых – оборонить их от усих несчастьев. Я хочу обратиться ко всем взрослым людям на планете, правительствам и президентам с просьбой от всех детей. Сделайте так, чтобы войны больше никогда не было. Мы хотим ходить в школу, играть, смеяться, всегда рядом видеть своих родных и близких. Олег Синтеров, Игорь Марыченко, телерадиокомпания «Гомель», Жлобинский район. Сегодня у Вецы после реконструкции отбылось урочистое открытие державной установы адукации «Ясли сад номер один». Светкой подеи стала Ганна Ковалева. Больше 960 обновленных квадратных метров двухповерховый будинок «Ясли сада номер один» у Вецы отрымал новое житё. Его реконструкция вялась по проекте, яке распроцовались уликами у всех сучастных потребований и санитарных нормов. Причем, будавничные работы выконали у рекордные термины. Ждали с нетерпением. Мы живём близко, район у нас здесь рядышком на Чапаево. Сюда ходил старший ребёнок в этот сад, он мне очень нравится. Хорошо, всё отлично, даже превзошли наши ожидания, сделали полностью новый детский сад. Обновленная установа различена на большем 60 детей от двух до шести годов. Их чекают целиком укомплектованные музычные, физкультурные залы, утольные спальни и гульнявые покои. Обсталяваны кабинеты психолога и наставника логопеда. Пральня, харчблок и всё с сучастным технологичным обсталяванием. Территория установы целиком доброупорядкована и обгороджена. Есть система видеоназирания. У меня дочка Саша, жена Кристина. Открытие этого обновленного детского сада стал праздником. Я как родитель, мы как родители очень довольны. Моя дочь будет сюда ходить с радостью. Ездить будет комфортно и уютно, как дома. И радость для мамы и для папы. На обновлении установы из областного бюджету был выдаткованный 1 млн 490 тыс. рублёв. З вядением его устрой, потреба города в дошкольных местах задоволенная на 100%. Причем, в сё летах это не опошний проект у района по реконструкции установок сферы адукации. В Ветковском районе будет осуществлено ещё ряд строительных работ. Это проведение капитального ремонта гимназии. До 1 сентября эти работы будут выполнены. Мы провели ремонтные работы в детском садике населённого пункта Новосёлки. Запланировано благоустройство дошкольных учреждений и школы в Радуге. И надеемся на то, что 2017 год в целом для Ветковского района будет значимым. С этой задачей, я думаю, что мы справимся. В уголе на Гомельщине сегодня наличивается больше за 500 дошкольных установок. Пополнить их колькость вырошили за кошт вертания устроек побудов былых детских садков. Так, сё лета заплановано уведение устрой такой установы в Новобелецком районе областного центра. Ганна Ковалёва, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель» с Ветки. А у Гомеля до дня обороны детей сегодня промерковали открытие нового педиатричного отделения филиала номер 2 Центральной городской детячей клиничной поликлиники. Своя дверь для маленьких жихоров областного центра яночинила в 96-м микрорайоне Новобелецы по улице Жамчужная, 14. Вероника Ворошилина с подробностями. В Новобелецком районе сегодня разгорнулося сопроводное святое, оно сопроводжалось яркой видовичной театрализованной программой и объеднало всех тех, кому необыякого здоровья маленьких гомельчан. Тут отбылось у Рашисты открытие нового педиатричного отделения филиала номер 2 Гомельской центральной городской детячей клиничной поликлиники. У зоны обслуговывания войдут новые 94-й, 96-й и 104-й микрорайоны Новобелецы, а так само микрорайон Крышталь. Усяго 8 педиатричных участков, які наличують больше 7 тысяч детей. Всего в администрации Новобелецкого района на территории обслуживаются чуть более 16 тысяч детей детской поликлиникой. Именно открытие этого отделения позволяет обслуживать порядка 7 тысяч 400 человек. И в данном случае можно уверенно сказать, что именно эта тема шаговой доступности учреждения здравоохранения сегодня в городе Гомеле, она будет притворена в жизнь. Церемония уручения символичного ключа, урочистый момент перерезание червоной стушки. И вось у всех жадающих запросили на знакомство с новым педиатричным отделением. Тут створены комфортные умовы для находжения маленьких пациентов и их батьков. Усе ремонтные работы супрацовники медустановы провели господаршим способом. На ГТМЭТ из городского бюджета было выделено 4,5 тысячи белорусских рублев. Ясще кля 30 тысяч выдатковано на набыть новой мебли и обсталявания. Жихары новых жилых микрорайонов новобелецы такому саправды необходному подарунку до того ж укроковой доступности безмерно рады. Очень приятно, что открыли поблизости нам филиал, куда можно обратиться в любой момент, добираться стало ближе нам. Не через всю белицу уже, через дорогу перешел поликлиники. Записаться на прием до урача у новым педиатричным отделением по улице Жамшужная, 14 новобелецкого района, можно с допомогой интернет-регистратуры, особисто або по телефону. У ближайших планах медустановы долучиться до системы электронного рецепту. Меж тем, окрами основного ляшения, усім юным пациентам тут будуть призначать в частей усмехаться, або, як вядома, бадзер и оптимистично настроенный человек худше идти на поправку. Вероника Варашилина, Валерия Гапанько, телерадио «Кампания Гомель». Китайская делегация с города Ляо Чэнь сегодня у першиню приехала у Гомель. Сустреча с представниками улады пройшла у гарвы канками. Так само у планах однадзённого визиту – наведывание свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Знешний гандлёвый оборот Гомеля – 2,5 млрд долларов в год. С КНР усяго – 50 млн, причым тольки 4 з'ях – экспорт наших товаров. У приватності сельгазтехніки і кондитерскіх вырабаў. Импорт складае 46 млн. Мы купляем машины, обсталявання, тканіну і сыровіну. А крамя таго, зу делам китайскіх інвестицій у регіоні реалізуюцца проєкты у промысловай сферы. Гэта заводы, які обудуюцца у Светлагорской добрушы. Міштым зляучэням, пакуль ніяких контактаў у Гомеля нема. Тому подчас сустречі були выделіны на керунки, па яких можна у худким часі наладзець плённое супрацовніцтва. На прикладу китайскаго Боку ёст інтарэс закупаць нашу сельгазтехніку, або наладзець яе сумесную вытворчасть. Приоритетными так само з'являюцца сферы медицины і аддукації. Мы хотим, чтобы по итогам этого визита город Гомель і город Ляо Чен стали партнерами. Мы заметили, что у нас очень много общего в промышленной сфере. Хотя у нас очень короткий визит, но мы надеемся, что он принесёт хорошие результаты. Межнародный молодёжный форум волонтёров открыўся у Гомелі. Яго одзельниками стали 120 лидеров волонтёрскіх отрады ў Беларусі, Расії, Польші, Германии, а так само информацийного пункта Савета Європы ў Мінску. На открытие мероприемства завітала і наша здымочная група. Волонтёры – гэта асаблівая супольнасць, якая приходзіць на допамогу тым, кому яна патрабуюцца. Гэты і людзі не чакаюць, калі навакольная рачаіснаць стане лепш. Яны робець гэта сваімі рукамі, паступова і крок за крокам. Волонтёрскі рух БРСМ «Доброе серце» дзенічаець 2008 года і сёня налічывая больш за 35 тыс. юнаков і дзяўчат па ўсёй країне. І он складаецца в строгна прамкаў – соціальнага, екалагічнага і спортывнага волонтёрства, якое зараз набірае папулярнаць. Волонтёрам може стаць кожны, галовна ў гэтай справі, мэтывація і любоў дэ жыцця. Штобы памоч чалавеку неабязацельна быць багатым і так далі, необхадзіма імець самое главное жылані. Волонтёр – чалэк, каторый работаець безкарысна і по своей волі. І, как мы всегда говорим нашым ребятам, есле ў тебе случился сьогодні пазыв перевезти бабушку чаріз дорогу, то ты это должен зделаць і сделай добро, ано к тебе абязацьўна вернёцца. Нашых ребят пачымо всё больше і больше становецца, потому што ані самі привлекаў к себе такіх жыць. Аднак жаданне да памахчы – гэта толькі пачатак шляху в волонтёрстве. Кожны павінін ведаць, як і дзе прамяніць свае навыкі, ка прынецці максимальну карысть. Для гэта гэй праводзяцца міжнародны форум. Самые актывныя представнікі руху падзіляцца сваім вопытам і формамі работы. Тренеры Російськой асоціації волонтёрскіх центров провядуть майстер-класы. У программе заняткі на тэму мэтывацій і технологі працы з волонтёрамі. Майстер-класы па праектным менэшменці і развіці камандного духу. Первое, што нужно делать – это общаться з людьми. Это очень важно. Заставлять сэбя им улыбацца, заставлять сэбя помогаць кому-то тем, што ты умееш. Люди не всегда понимают, что у каждого есть умение, которым можно поделиться. Например, не каждый понимает, что если он умеет играть на фортепиано, он може раз в неделю давать один бесплатный урок, и это уже волонтёрство. И этому нужно, это нужно рассказать. Кана Кральчук, Валерий Гапанько, телерадоакампания «Гомель». Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» выступил с концертом у городе над Сожем. Организаторы, Гомельская областная филармонія, ледь паспели, расклеять афиши об концерте таляновитых артыстов, як у кассах уже не засталося неводного билета. Кожное выступление «Бяседы» – видовища яркая і неполторная. Высокий выканавчий узровень и индивидуальность артыстов никого не покидаються быяковыми. Репертуар ансамбля широкий по своим диапазоне, и он складается из белорусских народных песен розных жанров, лиричных и жартованных, присвеченных семейным урочистостям, народным обрадам. Заслуженный коллектив «Бяседа» – знайомец-слухачоузлепшими узорами и маловядомыми жанчужинами музычной спадшины нашей краины, надаючи им оригинальность и неполторный характер гучанья. Головная идея – поддержка духовной национальной спадшины и захование белорусских культурных традиций. Ансамбли народной музыки «Бяседа» – удельник международных фестивалей в Швеции, Португалии, Корее, Австрии, Румынии. До речи, в белорусских залах выступление коллективу заусёды проходит за аншлагом. У чым же секрет такого поспеху и соправдывся народной любови, потекавилися наши корреспонденты. Вы знаете, секрета особого нет. Самое главное – любить свою профессию, любить народную песню, потому что, как всегда говорят, народная белорусская песня – это невычерпная крыльница белорусской культуры. И как отдавать сердце и душу. Поэтому зрители это очень чувствуют. И когда вот эта взаимосвязь происходит, то аплодисменты доказывают и аншлаги, и самая зрительская любовь, которая идёт в самое сердце артиста, подтверждение этому. Синоптыки объявили оранжевый уровень небеспеки. Это связано с усмакнением ветру. Его порывы могут досягать 20 метров за секунду. На двор, я на территории краины и в области, у приватности будет вызначать атмосферный фронт и холодные, неустойливые поветранные массы, которые поступают с полночей Европы. А кроме моцного ветра, ждут так же короткочасовые дожды. Температура поветра днём до плюс 13 градусов, ночью до плюс 7. В субботу ждут потепления. С ростом атмосферного тиска дожды спынятся и ветер стихнет. Далее у эфира «Спортивный огляд». С новинами спорта у вас познайомить мой коллега Михаил Садоуски. Субтитры создавал DimaTorzok